Вы смотрите отзыв об отеле Акцент. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с Белая Лилия, который был в нем в 2017 году. Останавливались в этом отеле на три ночи при посещении Праги. Критерии выбора. Бюджетно. Рейтинг от 8 на букинге. Пешая доступность центра. Сайт отеля. Бронировала отель по невозвратному тарифу на hotels.com. Стоимость за три ночи 111,63 евро на двоих с завтраками. При бронировании была приписка, что дополнительно нужно будет оплатить городской налог по 15 крон на день, но в отеле с нас ничего не запросили. Расположение. Отель расположен в районе Прага-5, рядом со станцией метро Ангел и автовокзалом на Книжецея. Нам это было особо удобно, так как из Праги мы уезжали в Ческий Крумлов именно с этого вокзала. От аэропорта можно напрямую добраться на автобусе 191 без пересадок. Ехать примерно 50 минут. Рядом с отелем хорошая транспортная развязка. Один из входов в метро прямо у входа в отель, плюс остановки сразу нескольких маршрутов трамваев поблизости. До центра города пешком примерно 30 минут. Мы преимущественно ходили именно пешком. Район, в котором расположен отель, оживленный. Есть крупный торговый центр, в нем же большой супермаркет. Есть выбор кафе и ресторанов недалеко от отеля. Сам отель расположен в офисном здании. Все номера расположены на последнем этаже здания, на первом этаже только ресепшен и ресторан. Для того, чтобы лифт поехал на нужный этаж, необходимо воспользоваться карточкой от номера, без нее нажатие кнопки шестого этажа будет проигнорировано. Номер. Номер стандартный, достаточно просторный для трех звезд. В номере имеется достаточно удобная кровать, рабочий стол с мини-баром, кресло, телевизор, чайник с чашками и стаканами, телефон, при входе одежный шкаф и вешалка. В шкафу есть сейф. В ванной комнате стандартная душевая кабина. Фен, было предложено два кусочка мыла и два геля для душа, не докладывали. С водой и ее температурой проблем не было. В номере большой балкон, правда затянутой сеткой. По схеме отеля получается, что балконы есть почти во всех номерах, но есть несколько без них. Отопление в комнате регулируемое, можно отдельно задать желаемую температуру для дневного и ночного времени. Одна проблема, времена переключения в ночной и дневной режимы очень странные и не соответствуют реальному времени суток. Поэтому я выставляла просто одинаковые значения. А в ванной просто батарея с регулятором. Интернет. Вай-фай есть, бесплатный, работает хорошо. Завтрак. Завтрак тоже стандартный, опять же для трех звезд чуть выше среднего. В наличии овощей, немного фруктов, нарезки сыра и колбас, джемы, сладости, напитки, чай, кофе, соки из автоматов, йогурты. Каждый день были различные горячие блюда. При нас всегда были два блюда из яиц, вареные омлет либо глазунья, бекон, маленькие сосиски и еще два горячих, которые менялись. Были даже супы, один раз приятный овощной супчик, один раз какой-то суп тюре. Отель нам понравился. По расположению понравился больше, чем Сибелиус, в котором жили два года назад. Рассказы о поездке. Часть 1. Прага, Чешский Крумлок, Зальцбург. Часть 2. Бавария. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok